Мы находимся в парке Зелёный остров в Уссурийске. И здесь самой ночи идёт операция по оказанию помощи зверям, обитателям этого зоопарка. И по заверениям зоозащитников, животные сейчас находятся в состоянии стресса, им оказывается помощь ветеринарная, а также их по расписанию кормят. И в том, что еды в достатке у зверей, в том числе, кстати, и помощь волонтёров здесь сослужила пользу. Сейчас те животные, кто остался, все они, как говорится, живы, все здоровы. Это и вчера, и сегодня их тщательно. Кормёжки тут, он грузовиками стоит. Это и от города помощь прибыла, и от волонтёров, и от частников. Ну, что просто люди приходят, помогают. Тут уже аж грузовики забиты. Ну, к слову, эти самые волонтёры устроили настоящий пикет перед входом в парк. Они требовали пустить их к зверям, чтобы они своими глазами увидели, что вода спала на один метр, что звери находятся в... что они живы, здоровы, что их здоровью уже ничего не угрожает. И одного из активистов взяли спасателей с собой на лодку и доставили к клеткам со зверями, где он убедился, что вода примерно на метр спала, что сейчас все звери живы, и они получают вовремя всю помощь ветеринарную, их кормят. Кроме того, к толпе вышел глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, и также он пояснил, почему спасательная операция началась только на третий день после того, как начался потоп здесь. Мы в это время спасали всех людей, которые потоплены в деревнях и здесь у нас в городе. Мы пока не спасли бабушек, дедушек, которые реально сидели на трубах, мы их не сняли, не отвели в ПВРы. Когда у нас более-менее освободилась техника, мы поняли, что мы практически всех людей уже спасли и перевезли в ПВРы, а там, кто уже мог сам дойти, они добирались. Мы освободили технику и пошли на спасение наших животных. Также глава Уссурийского городского округа заявил, что здесь не будет больше зоопарка. Здесь в парке Зеленый остров зверей, как только уровень воды спадет, переместят временно в здание Уссурийского цирка, а затем найдут им более надежное пристанище в более надежном месте, так как здесь небезопасно, и события последних дней это показали. Ну а спасатели, в свою очередь, заявили, что к эвакуации они полностью готовы. МЧС России готовы для выполнения специальных задач. У нас подготовлено два вертолета, клетки дополнительные для переброски животных с района, с этого. Но опять же повторюсь, что в целях того, чтобы не травмировать особо животных, ветеринары не рекомендуют их пока отсюда убирать. В Уссурийском городском округе вода постепенно уходит, уходит она медленно. И синоптики утверждают, что тому причина второй вал воды, который идет в сторону Уссурийского городского округа. Это примерно 60 сантиметров воды. Но округу он уже не угрожает, так как стоит сухая погода, и русла речек приходят в норму, восстанавливаются. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. Здесь, в Уссурийске, Татьяна Меньшикова, Павел Филатов, Панорама. Продолжение следует...